Юный петербуржец Тимофей Яхнов, ему всего 12 лет, стал финалистом всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Тимофей играет на гобое, такой довольно редкий духовой инструмент, учится в музыкальной школе при училище имени Римского Корсакова, покорил своей игрой жюри конкурса и смог попасть в финал. Я сразу для себя решил, что я хочу на какой-нибудь духовой инструмент, типа дудки. И когда я увидел гобой, я понял, что это мой инструмент. А почему, тебе кажется? А он мне очень сильно понравился по своей красоте. Мы не выбирали инструмент. Мне кажется, инструмент выбрал нас. Тимофей поступал на флейту, оказалось место на гобое. Вот и всё. Так судьба распорядилась, что, оказывается, может инструмент выбирать, а не ребёнок инструмент. Инструмент. Инструмент всё время в ту сторону. Вот инструмент. Вот здесь. Вот он. Я, конечно, много работал, чтобы что-то получалось. Не сразу, конечно, всё получалось. Я вот сейчас работаю над технологией, над качеством звука и вообще над всем, потому что сразу так ничего никогда не будет получаться. Ну, я уже, можно сказать, переволновался, потому что всё-таки я ждал своего выступления 9 часов. И уже волнение просто ушло. И я вышел уже, знаю, что я хорошо сыграю, достойно. И всё достойно. Вышел и сыграл. Конечно, было маленькое волнение, а как же без этого? Если не волноваться, может не получиться. У нас не было очень много времени, поскольку конкурс, ну, так скажем, сначала не входил в наши планы. То есть мы готовились параллельно к другим конкурсам. И у нас даже эта программа была, ну, она была до этого сделана. И он, Тимофей, исполнял её на английском рожке отдельно, целиком с оркестром. Он исполнял до этого на гобои. Но так, чтобы это сложилось, чтобы это был ещё и гобой до муры, это было впервые, потому что, в общем-то, мы освоили этот инструмент буквально полгода назад. Он восстает, он как мувикант. Да, бывает, что нам надо даже разруливать ситуацию, понимать, что вот сегодня с утра мы здесь, и подготовить, успеть совершенно другую программу вечером. Он на домашнее обучение. И у нас золотые учителя все идут ему на встречу, все его поддерживают и всячески пытаются ему вложить знания быстро, коротко и ясно, что понимаешь, что Тимофей может на следующей неделе уехать куда-то на гастроли. Я занимаюсь велоспортом, катаюсь довольно очень много на велосипеде. Но и то это только летом, потому что всё-таки я больше внимания уделяю музыке, потому что это моя карьера будет музыка. Я очень аккуратно езжу на велосипеде, чтобы ничего не повредить, потому что если я с чем-нибудь поближу, то будет, это как-то сыграет на музыке. Мама всегда уходит, чтобы я не уходила, как охламон, или как за прической мы следим, за костюмом. Ну, и я тоже от этого не отстаю. Я думаю, всё равно главное, как ты играешь, потому что можно передать всю красоту не стилем, как ты выглядишь, а игрой. Потому что музыка – это язык, и можно передать эмоции, чувства и красоту. Но выглядеть для телевидения, вот, например, тоже надо хорошо. Некоторые не уважают меня искусство, даже некоторые унижают. Но я не беру это в голову и иду дальше, потому что не надо ни на кого обращать внимания. КОНЕЦ